Праздничный детектив Приветики, пистолетики успешные. Ну что, листаем календарь событий и узнаем, какие праздники нас ждут на этой неделе. И, как говорится, порядок дома, порядок в голове. Десятого, день уборки в комнате. Убираемся, ну а я предупроверю. Я не шучу. Одиннадцатого, день глаженных шнурков. Двенадцатого, день ежиного сопения. Давайте послушаем. Тринадцатого, день черноморского флота в МФ России. Четырнадцатого, день фрилансеров России. Пятнадцатого, международный день семей. Мур-мур. Шестнадцатого. О! Кто выключил свет? Включите свет! Международный день света. Всем хорошей недели. До новых встреч. Некоторые праздники не перестают удивлять своими названиями. Согласен с тобой, Жень. Например, такой праздник, как сегодня. А какой сегодня день? А сегодня день уборки в комнате. Да, дорогие друзья, такой праздник существует и посвящен уборке дома. Ну, учитывая то, что в мае много праздничных и выходных дней, порядок можно начинать делать уже сейчас. И давайте разберемся, для чего это нужно. Вы когда-нибудь думали, насколько важен порядок в вашем доме для вашего настроения, позитивной жизни и благополучия? Как ни странно, но чистота и свежесть в доме способны преобразить не только интерьер комнат, но и ваше собственное восприятие, улучшить работоспособность и наладить отношения с близкими. Уборка в доме – это еще и фитнес и зарядка. Не хватает времени на занятия спортом, а тут еще и уборку в доме пора делать. Что ж, отличный повод совместить эти два занятия. Что делаем? Включаем музыку и двигаемся активно в Рим. Порядок в доме улучшает здоровье. Большое количество пыльных ковров и мягкой мебели, текстиля и подушек привлекают дополнительные заболевания от насморка до аллергии. Согласитесь, если ваш дом всегда убран и гостеприимен, друзья и близкие с огромной радостью забегут к вам по пути на чашечку кофе, устроят теплые дружеские посиделки. Порядок располагает к творчеству. Есть такое выражение – художественный беспорядок, но не стоит в расчете на такой эффект специально не убираться дома. Пытаясь найти вдохновение в креативно разложенных повсюду вещах. На самом деле намного быстрее получится сосредоточиться на творчестве, если ничто вокруг не будет вас отвлекать и раздражать. Именно дома мы должны чувствовать себя максимально комфортно. Конечно, для этого придется приложить ряд усилий, но ведь счастливые минуты домашнего уюта этого стоят. Дорогие друзья, мы уверены, что смогли вас убедить, что делать уборку не только полезно, но и необходимо. Причем уборка не должна быть поверхностной. Загляните в шкаф, в стол, за которым вы делаете уроки, в портфель и проверьте, насколько там все у вас чисто. Ну а специально для наших юных зрителей и не только, отличный мастер-класс, как здорово и весело можно убрать в комнате. Детская комната Детская комната – это очень важное помещение для ребенка. Она одновременно выполняет функции спальни, игровой комнаты, спортзала, а также рабочего кабинета. И каждая мама знает, как непросто навести здесь порядок. Но время уборки – отличная возможность весело провести время с ребенком. В этом видео мы раскроем несколько секретов о том, как, играя, провести уборку вместе с вашим малышом. Для начала настройте ребенка на игровой лад. Предложите снарядиться в настоящую экспедицию по дому. Например, отличной подзорной трубой станет свернутый в трубку журнал или втулка от бумажных полотенец. Начните уборку с детской комнаты. Совет для мамочек. Чтобы превратить уборку игрушек в увлекательную игру, заведите для их хранения прозрачные пластиковые контейнеры. Каждый из них подпишите или нарисуйте смешные изображения. Теперь задача ребенка – отыскать пропавших животных и вернуть их домой. Таким же образом вы можете сделать гараж для машинок, кукольный дом, страну конструкторов и многое другое. Вы также можете попросить ребенка о помощи в протирании пыли на его столе, полках. Выбирайте яркие и интересные салфетки для уборки. Так процесс будет более интересен для ваших деток. Пока вы продолжаете влажную уборку на верхних полках, отправьте ребенка на поиски его игрушек в других комнатах. Но предупредите – игрушки в опасности, и у него совсем мало времени на их поиски. Так малыш не будет отвлекаться от процесса уборки. Если ваш ребенок не совсем маленький, вы можете предложить ему попробовать самостоятельно подмести пол. Не ожидайте невероятных результатов и не заставляйте помогать, если он отказывается. Но если юный герой захочет вам помочь, обязательно расскажите ему, какую большую помощь он вам оказал и какой он уже взрослый. После совместной уборки поблагодарите ребенка и сделайте ему небольшой поощрительный сюрприз. Пускай от процесса уборки дома у него останутся лишь приятные впечатления. Делитесь в комментариях своими хитростями и советами по уборке с детьми. И помните, ничего страшного, если ваш малыш не сразу научится уборке и потратит на нее очень много времени. Будьте терпеливы и помните, что главное – это развитие ребенка в процессе игры и ваше с ним живое общение. Действительно здорово, когда уборку можно провести вот в такой игровой и дружелюбной атмосфере. Тем более, когда за окном пасмур на денек, а это будет в звони проведенной с пользой. Ну а когда порядок проведен, все вокруг блестит и сверкает, все уроки сделаны, можно и поиграть все вместе. Тем более, у нас есть по что поиграть. Наша замечательная рубрика «Суперсмайл». Кто рано встает, тому Бог подает. Привет, друзья! Наверное, вы уже успели догадаться. Сегодня я вам загадаю три пословицы. Внимание на экран. Первое. Раз, два, три. Следующее. Раз, два, три. Следующее. Раз, два, три. И все. Отгадываем, пишем, получаем подарок. До новых встреч! Надеемся, что все фильмы вы отгадали. Ждем ваших ответов в комментариях. Пишите по порядку. Ну что же, как мы уже говорили, порядок располагает в творчеству, а именно в замечательном мастер-классу, который нам сейчас покажет Ксения Струганова. Встречаем! Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 10 мая, праздник цветов. И на нашем мастер-классе мы с вами нарисуем вот такой вот цветок акварельными красками. Для этого нам понадобятся акварели, кисти, водичка и бумажные салфетки. Ну и, конечно же, бумага для акварели. Приготовьте все необходимое и начнем. Итак, друзья, лепестки цветка мы будем с вами рисовать в два этапа. Для начала берем тот цвет, которым у нас будет цветочек. У меня розовый, вы можете взять синий или красный, или оранжевый, какой хотите. И на палитре разбавляем его водичкой. Цвет должен быть светлый. Поэтому добавляем водички и начинаем рисовать большой лепесток посередине сверху. Теперь закрашиваем полностью лепесточек. И чтобы он у нас был светлый и прозрачный, мы сейчас будем немножко вымывать пигмент краски. Для этого нам с вами понадобится сначала добавить водички. А теперь аккуратненько ее собрать на салфетку. Проводим кистью, так чтобы водичка у нас собиралась. И вытираем из салфетки кисть. Вот такие прозрачные лепестки у нас должны получиться. С краю ее основания лепесток может быть более насыщенный. Теперь таким же образом мы с вами будем рисовать еще два лепестка, которые не будут соприкасаться с этим. Чтобы сделать второй слой лепестков, нам нужно подождать, пока эти лепесточки высохнут. И это очень важно, не торопитесь. А пока мы можем с вами нарисовать стебелек. Для этого берем зеленый цвет. Можно его смешать с синим, чтобы цвет был более насыщенный и темный. И аккуратненько рисуем стебелечек. И также можем сейчас нарисовать листья на стебельке. Наши лепестки подсохли, поэтому можем делать второй слой. Берем тот же самый цвет, в моем случае это розовый. Разбавляем водичкой и аккуратненько рисуем лепесточек вот здесь, посерединке этих двух. И делаем все то же самое, что мы делали с лепестками с самого начала. И все то же самое, что мы делаем. Мы делаем все это, чтобы нарезаться. такой цветок у нас с вами получился друзья надеюсь вам понравился мастер-класс обязательно ставьте лайки пишите комментарии и с праздником цветов вас прекрасный рисунок хоть сейчас на выставку или на конкурс кстати о конкурсе совсем недавно мы запустили наш творческий марафон посвященный дню рождения нашего любимого города санкт-петербурга и до 21 мая мы ждем ваши фотографии и поздравления на нашу почту дворец лари ну а пока время есть вдохновляйтесь видами нашего прекрасного города и мы ждем вашей работы ну а сейчас самое время объявить рубрику арт-персона здравствуйте дорогие друзья в эфире рубрика арт-персона сегодня 10 мая отмечается день уборки в комнате обязательно всем нужно убрать свою комнату и почитать приятную и полезную литературу а какую я вам сегодня расскажу конечно майдадыр корнея чуковского очень полезная актуальная сказка в стихах а ведь ей исполняется сто лет представляете чуковский сочинил ее в 1921 году одновременно староканище на две сказки ушло два-три дня первое издание появилось только в 1923 году арендейкстра это вам не отель в огромном доме живет семья в которой детям не разрешается ни шуметь не играть потому что любая игра нарушает чистоту и порядок и конечно спокойствие папа он сразу начинает кричать на детей повторяя фразу это вам не отель так дом самое дорогое место на земле стал для ребят чем-то скучным и неприятным ни дети ни папа не чувствуют себя в нем счастливыми ведь они постоянно ссорятся нервничают и плачут желая изменить это дети решают превратить свой дом в отель а что из этого вышло я рекомендую вам узнать прочитав книгу любовь воронкова маша растеряша маша опоздала в садик и дети над ней смеются а с чего все началось с утренних сборов куда запропастились чулки где спрятался башмачок куда положено платье не знает ответа и хозяйка маша растеряша стэн и джен беринстейн беспорядок в комнате однажды у мамы медведицы лопнуло терпение потому что единственное место в доме где постоянно царит беспорядок эта комната маленьких медвежат и вместо того чтобы дружно убираться они постоянно спорят кто что должен делать чем все это закончилось также предлагаю вам узнать из самой книги дорогие друзья читайте книги и обязательно наводите порядок что не говорите о порядок должен быть не только в доме но и в мыслях здорово когда все разложено по полочкам и ты можешь распланировать свои деньги и пусть у нас не всегда это получается но всегда есть к чему стремиться ну что дорогие друзья надеемся что мы вас вдохновили а перед тем как мы сами убежим наводить порядке традиционная цитата дня встал утром умыться приведи себя в порядок и сразу же приведи в порядок свою планету до новых встреч дорогие друзья пока пока встал утром